друзья всем привет часто спрашивают но я же сам задаю такой как бы тон шоу от скоро построить скоро сделаю часто спрашивают когда уже индюки переедут друзья я больше всех этого хочу чтобы они поскорее уже переехали чтобы и сюда как бы не ходить управляться и ну ходить-то управляться будем сюда но индюки чтобы уже были на своем месте постоянная постоянно дислокация у них там будет я уже друзья кое-что сделал сейчас вы увидите все что я сделал и я вам дальше все объясню а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, все что я как бы снимал, вам показал, но здесь еще работы как бы немало. Ну я думаю, что основное уже сделал, осталось там внутри как бы пододелывать все. Вон вот такой будет теплый сарай. Это пока временная дверь, друзья, чтобы как бы не дуло туда, но я там внутри работаю, поубирал вот здесь вот мусора, я не знаю, КАМАЗ, наверное, вывез. Ну вы видели, какая куча была. Эта куча, это чисто дрова, я их все попиляю, ну кроме шпал, вот эти шпалы куда-то пойдут, пригодятся. А эти все дрова я попиляю и в буржуйку. Ну, немножечко уже сегодня Катя пришла, доделаю завтра крышу. И вот такой тут выгул, выгул, наверное, даже больше будет, чем там. Да, он просто как бы чуть-чуть короче, но шире намного. Не, намного больше будет. Ну и сам сарай здесь можно будет, я не знаю, много индюков держать. Сделал отлив, чтобы вот сюда не капало. Ну, короче, сейчас внутрь зайдем, я вам все покажу. Есть у меня еще такой вот металл. Вот здесь я тоже сверху обобью ним. Ну, чтобы, потому что здесь капает, и на дерево оно быстро пропадет. А так под металлом на него влага не будет попадать и будет все четко. Вот так вот натянул металлическую сетку. Ну, а сверху будет вот это же, как и в том загончику. Потому что, друзья, меня уже и подписчики подгоняют. Когда, когда, я думаю, покажу вам уже полностью, что я здесь наделал. Просто я хоть и говорю, то пару дней, то пару дней. Это мне так хочется, друзья, быстрее сделать. Но оно не так, то снег, то дождь, то еще что-то, понимаете. То там какие-то другие дела. И, по возможности, строю потихонечку. Это все, представьте, это же не то, что там, как сказать, там где-то пару досток прибить. И это все делается как бы новое. Насобирал материалов и все получается четенько. А здесь, друзья, я, как и обещал, в следующем году козы буду. Здесь будет козам летний выгул. Из-за чего я и думал, сетку обыкновенную. А потом, думаю, поставлю лучше металлическую. Потому что козы могут ее дергать. Ну, а так уже, в принципе, ничего страшного. Я ее четко натянул. Здесь все, вот оно все четко, короче. Так что, вот такой вот сарайчик. Сейчас мы зайдем туда вовнутрь. Вот здесь будет калитка. Ну, на всякий случай, мало ли здесь. Потому что вот здесь же этого всего не будет. Тут тоже, гляньте, дров камаз будет, наверное. Ну, не камаз, а газон точно. Хотя у меня уже там он куча. А вот здесь куча этого. Дров, в принципе, неплохой еще и вариант. Ну, они такие некоторые трухлявые. Ну, ничего. Все тоже пригодится. Так, дерево, друзья. Ну, дерево пока трогать не буду. Оно уже опилено. Я опилял как надо. Это ветки просто пообрубовал. Может, на следующий год вот эту вот уберу. Просто и все. Чтобы оно сюда, листья меньше летели. Ну, посмотрим, посмотрим, друзья. Я им уже и золы сюда насыпал. Здесь планирую кирпичами выложить. Ну, а в дальнейшем, если у меня где-то получится по дешевке, ну, такой бэушный или еще какой-то шифер найду, сделаю, накрою им еще, то есть возможность будет продлить, чтобы было как бы, допустим, дождь пошел, а они здесь тут сухенько у них гуляют. И все у них нормально. Так. Сейчас. Вот такое вот пластиковое окно. Ну, не пластиковое, а с пакета. С пластикового окна. Но, короче, у меня было два штуки. Вот, друзья. Будет все здесь из пластика. Получается несколько слоев клеенки. Я вот такое вот все на потолку в два слоя. И потом еще утепляюсь пластиком. Короче, здесь будет вообще намного лучше, чем... Там, в принципе, тоже не холодно. А здесь еще будет лучше. Получается. Ну, я пока еще, Катя говорит, вот так вот сделать сидола. Но это мы с ней уже посоветуемся. Все четко. Я все щели, которые прям большие, позадувал пеной. Ну, а от курей, в принципе, я сильно щели, короче, не буду как бы задувать. Смысла нету, потому что там же тоже как бы будет все нормально, все отлично. Там тоже буду переделывать все. Ну, я же говорю, осталось, как говорится, начать и кончить. И все будет отлично. Вот, видите, здесь... Ну, все четко. Я запенил все дырочки, чтобы здесь уже как бы нормально. На улице морозец. Свет уже кинул. Получается, свет будет здесь гореть. Друзья, сейчас. А ну-ка. А, сейчас еще. Вот сюда я здесь по камень накидаю камнями. Устелим здесь сеном. Ну, чтобы им в этом году было как бы тепло. А уже летом, если что, я тут все вычищу. И им забетонирую. Просто один день их не буду пускать, когда, допустим, теплое плотание. И сами не будут заходить сюда. И забетонирую. Туда засверлюсь, в эту шпалу. Забью какие-то проволоку, шестерку. И сюда, чтобы оно как бы не съехало. Хотя оно и так не съедет. И уже в стяжку оно будет все четко здесь. Так что, вот сколько я уже проделал работы, друзья. Здесь еще не то, что я могу, как бы, как сказать, Катю сюда приобщить. Если что-то там такое не сильно тяжелое, она мне может помочь. А так, ну, я ее, как бы, если там, что я сам могу, я ее не зову. Так что, такие вот, друзья, дела. Она уже пришла. Если надо, например, она и, получается, и почистить сама может. Короче, свет, друзья, там будет включаться от этого же. Ну вот, как здесь у курей, так и там. Включается он там. Давайте я покажу. А ну-ка. Сейчас, одну секунду. Вот. И там, видите, выключился. То есть все будет... Все будет... Ну, то есть и индюкам свет нужен, и курям нужен свет. Вот они сидят. Здесь сейчас у индюков доделаю. Здесь тоже буду, как бы, здесь хоть оно и так тепло было, но я сделаю все четко, нормально. Из-за чего я пластик сюда и не делал. Вот я хотел здесь сделать с пластика внутри. Его, если что, если они обгадят, его можно будет и почистить легко. Ну, и будет намного теплее. Все равно воздушная в нем подушка, он тоже, как пенопласт получается работать. Потому что там же воздушная подушка есть. Он тоже, как типа утеплителя. Ну, а плюс доски, клеенку здесь тоже буду набивать. Оно будет, как в теплице. Вот они здесь надышут, и здесь будет тепло. Хотя, я же говорю, вот и сейчас, и были 10 градусов мороза, здесь вода даже не замерзала. Потому что, ну, я знаю, что здесь тепло. Мы же, мы уже не первый год, друзья, здесь держим. Просто хочется уже, как бы, насобирал я материалов. Есть, и все сделаю. Постепенно в этом году, я думаю, и курятник, ну, и дюшатник уже, как бы, туда-сюда и будет готов. Она, она, напали, напали. Все, 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 она залезла туда, и все. А всех больших петухов, которые будут убираться, посадим туда, где индюки. И все. Петухов больше, им там будет намного теплее. А не за счет того, что сами будут обогреваться. И тоже будет все отлично им. Так что, такие вот дела, друзья. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok